Всем привет, друзья! Сегодня у нас крупное видео по полной сборке тортика с его приготовлением пошаговым. Тортик очень несложный и при этом очень вкусный. Делается все очень просто. На экране вы будете видеть рецепт, который у меня для большого тортика весом более 5 кг. А внизу в описании я обязательно оставляю вам рецепт, который на диаметр 24-26 см круглый тортик. Для начала сделаем медовый бисквит. Белки взбиваем со щепоткой соли до легкой пены, добавляем сахар и оставляем взбиваться до полного растворения сахара и взбития белков. Покажу потом, до какого состояния нужно будет добить белки. Пока белки взбиваются, перемешаем с вами желтки с медом. Добавляем мед. Не принципиально какой мед, он может быть даже немного засахаренный. Если он засахаренный, слегка и подогрейте его. Добавляем без горки столовую ложку соды и перемешиваем с яичной медовой массой. Она может начать немножечко воспениться, светлеет, подниматься. Посмотрите, белки полностью взбиты, клювики стоят на венчике. Если перевернуть бадью, они не выпадают. Это стадия полного взбития белков. Теперь сюда будем добавлять уже яично-медовую смесь. И совсем слегка-слегка нужно перемешать, объединить эти две массы. Венчиком снизу вверх буквально пару минут, чтобы масса у вас не опала, не до полного ее соединения, просто чтобы она практически объединилась. Вы видите, она еще плотная. Добавляем сразу сюда всю просеянную муку. И теперь ложкой снизу вверх замешиваем тесто. Долго не замешиваем, при этом обязательно перемешиваем снизу вверх, чтобы масса не опала. И получается вот такая вот воздушная и красивая, и еще главное, очень ароматная масса. Никаких комочков муки внутри быть не должно. Масса должна быть хорошо перемешана. Но при этом, вы видите, она не жидкая абсолютно. Именно такое бисквитное тесто считается идеальным, и оно очень хорошо поднимается, особенно медовое. Отправляем эту массу в духовку, в зависимости от размера коржа, до полной готовности на сухую шпажку, на 180 градусов. Минимум полчаса, максимум час двадцать, в зависимости от размера и высоты коржа. Если нужно, спускайте немножечко градусы и доводите до готовности. Еще нам нужно будет приготовить, конечно же, карамельный соус, из которого у нас будет крем карамельный. Мы замочили желатин в воде комнатной температуры. Сахар отправляем в кастрюльку до растворения его и образования карамели. Вот такой вот красивый, это где-то около 140 градусов. Добавляем к карамели молоко, молоко обязательно должно быть горячее, молоко предварительно разогреваем либо в кастрюльке, либо в микроволновке. И затем у нас карамель растворяется в молоке. Отставляем на пару минут, чтобы масса была не такой прям кипяток и вводим туда желатин. После того, как масса слегка еще подостыла и перемешали мы ее с желатином, добавляем к ней масло. Можно пробить миксером. Отправляем массу под пленкой в холодильник минимум на 4, а лучше на ночь. Минимум на 4 часа имеется в виду. Для приготовления крема нам понадобится либо творожный сыр, либо творог. Я использовала творог, который я пробила блендером, для того, чтобы он стал практически однородным. Добавляю холодную карамель, у меня это вся карамель туда пошла. Добавляю также сюда дополнительно сахар. И ставлю эту массу вначале на небольшой скорости перемешиваться, а затем включаю скорость повыше и взбиваю. Если у вас там будет творожный сыр, она будет более плотная у вас масса. Если у вас маленький тортик, то лучше использовать творожный сыр. Затем добавляю сливки и взбиваю, пока масса не станет красивой и воздушной. Это где-то займет около 10 минут. Так как у меня здесь творог, масса такая легкая и воздушная. Посмотрите, если это будет у вас творожный сыр, то масса будет более плотная. И взбивать ее нужно меньше по времени. Посмотрите, какая воздушная карамельная масса у нас получилась. Очень вкусный крем, очень ароматный. Также у меня будет прослойка там с персиками. Персики тоже будут карамелизированные, поэтому персики очищаю. У меня они такие тверденькие. Это очень хорошо, они сейчас все импортные тверденькие. Я его обязательно очистила и буду нарезать сразу слайсиками, которые буду выкладывать в тортик. Тоненькие слайсики сразу делаю. Затем в кастрюльку отвешиваю сахар и забрасываю туда персики. Перемешиваю сахаром и даю полчаса постоять для того, чтобы персики пустили сок. И затем отправляю в кастрюльке томиться буквально минут на 5 и добавляю масло. После добавления масла выбрасываю в отдельную емкость и до полного остывания и пропитывания сиропом. Опять-таки оставляю на ночь. Также сразу занимаюсь карамелью. 120 грамм сахара растапливаю до состояния карамели, но обязательно, чтобы она не потемнела, не почернела. Просто красивая ароматная карамель получилась. И в эту карамель забрасываю уже поджаренные в духовке орехи. В одинаковых пропорциях сахар и карамель. У меня здесь грецкие орехи. Можно использовать любые по вашему вкусу и желанию. Хорошенько перемешиваем, обволакиваем все орешки в карамели. Карамель начнет тянуться. Главное, чтобы внизу она не плавала. И затем выкладываем всю эту массу на силиконовый коврик и распределяем, чтобы был не сильно толстый слой, не сильно такой сплошной карамельный комок. Чтобы удобнее потом было измельчать. После застывания эту массу можно уже начинать измельчать. Я буду измельчать просто скалкой. Я не буду использовать блендер в этот раз, потому что хочу, чтобы были кусочки покрупнее орешков попадались. Поэтому измельчаю скалкой до нужной мне консистенции, собственно, до нужного размера кусочков. Смотрите по вашему желанию. Посмотрите, какая у меня крошка получилась. Этой крошкой можно посыпать десерты. Она очень ароматная и вкусная, хрустящая получается. Это прям очень вкусно. Хоть мороженое, хоть какие-то пирожные можно посыпать такой крошкой грильяжной. Затем уже можно разрезать бисквит. Сборка бисквита у меня уже будет на следующий день. Все процессы, кроме приготовления крема, можно сделать заранее, за сутки до того, как вы будете собирать тортик. Посмотрите, какой оранжевый внутри и пористый получился бисквит. Он просто нежный, как облачко, очень воздушный и легкий. Он не требует дополнительной пропитки, потому что у нас довольно влажный крем. Он прекрасно пропитает этот торт. На небольшое количество крема на подложке ставлю первый корж. Разделила корж я на три штуки. Затем буду собирать его в раздвижной форме, так как крем мягкий. Либо в разъемном кольце вы собираете. Распределяю часть крема, практически половину. И затем на этот крем буду посыпать грильяжной крошкой. Очень обильненько она полностью покрывает весь этот слой. Уже очень вкусно пахнет. Карамельный крем, карамельная крошка, это нереальный запах просто. Вы даже себе не представляете, как это пахнет. И затем на эту карамельную крошку сразу пойдет у нас второй корж. Он очень оранжевый, посмотрите, какой красивый. Идет вторая часть крема. И немного крема я оставляю, чтобы подровнять потом бока. И для декора мне нужно будет. На этот уже слой я выкладываю персики. Персики откинули на сито и затем выкладываем их. И пошел третий корж. Затем прикрываем третий корж пленкой и ставим под небольшой гнет. Где-то килограмма до двух. До двух килограмм. И пускай постоит так часик, а лучше потом оставьте на ночь до полной усадки и пропитки этого тортика. И украшайте уже по вашему желанию. Его можно выровнять и покрыть мастикой. Его можно выровнять и покрыть любым кремом. У меня здесь обычный творожный крем для покрытия. Ссылочку на него оставлю в описании под видео. И также поставила сбоку паруса воздушные из вафельных листов. И из остатка верхнего коржа, который я срезала, и крема. Я сделала вот такие шарики, как пирожная картошка и обваляла их в кокосовой стружке. Также здесь у меня голубика, слегка покрытая кандурином. И безе. Все очень просто и вкусно. Дерзайте. Если будут вопросы, пишите внизу. Я всем обязательно отвечу. А с вами, как всегда, был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока.